Алло, добрый вечер, слушаем вас. Батюшка, благословите раба Божия Константина, Иисус, да. Бог вас благословит, Константин. Батюшка, вопрос, конечно, очень серьезный. Я знаю вас прекрасного проповедника, богослова. Прошу ответить на вопрос. Всемирный совет церквей, кто входит в какие конфессии, и конкретно, какие православные, поместные церкви входят в этот совет церквей? Какая деятельность этого совета? Ну, вы поняли меня. Какие православные церкви, я всех вам не перечислю. Я только знаю, что современное состояние таково, что большинство православных церквей, они либо вышли из этого совета, либо действуют там как наблюдатели. Вот той, ну, полноты общения, которая когда-то была, и сейчас отсутствует. Вот. Но для, вот, делегации там русской, которая там присутствовала, и удалось добиться того, чтобы во Всемирном советском совете церквей было отменено две вещи, такие очень важные. именно в силу того, что Всемирный совет церквей, ну, потерял, в общем, свою такую актуальность, но желая, конечно, чтобы эта организация существовала, они пошли на большие уступки. Две из них таковы. Первая – это отмена экуменических молитв. Теперь каждая конфессия молится отдельно тем чином, который для них приемлем. Вот такого уже совместной молитвы нету. И второе – то, что при голосовании не используется большинство голосов, потому что основное количество участвующих в этом Всемирном совете церквей – протестантских. Поэтому при большинстве голосов всегда выходит документ, который имеет протестантский оттенок. Поэтому вот теперь в этом смысле лучше. Все участвующие в обсуждении каких-то вопросов религиозных достигают консенсуса. Это большое достижение, и это, конечно, такое благо. Вот такая ситуация. А вот кто конкретно член? Дело в том, что этот вопрос для нас, живущих в России, он, в общем, не актуален. В этом таком общении у нас от нашей церкви участвует очень небольшая группа лиц, который имеет это послушание, повинуясь воле священноначалия. И на нашу церковную жизнь никакого влияния не оказывает. Поэтому я, в общем, недостаточно сведущ в этом вопросе. Не могу вам, так сказать, дополненно сказать. Но вот я знаю, что, по-моему, грузинская церковь вышла полностью. Ну, просто боюсь не точно сказать, поэтому буду лучше избегать.